Здравствуйте, ребята! Я рада вас приветствовать на уроке географии. Чтобы определить тему нашего урока, давайте разгадаем с вами ребусы. Что у нас получилось? Климат и воды суши. Тема урока климат и внутренние воды Африки. Сегодня на уроке мы с вами узнаем о климатообразующих факторах и о климате Африки, о особенностях распределения рек и о крупнейших озерах материка. Климат любой территории зависит от взаимодействия климатообразующих факторов. Давайте попробуем выяснить, какие климатообразующие факторы повлияли на то, что Африка самый жаркий материк. Основные черты климата определила географическая широта. Большая часть территории Африки в основном расположена в экваториальных и тропических широтах, где среднегодовая изотерма равна плюс 20 градусов. Большая протяженность материка по параллели в северном полушарии, чем в южном. Причина более континентального климата Северной Африки. В Северной Африке южнее города Триполи зарегистрирована самая высокая температура воздуха на Земле. Здесь же зарегистрирована и самая низкая температура в морокко. Ребята, давайте с вами вспомним, что такое пассаты. Это постоянные ветры, дующие от тропиков к экватору. Именно пассаты являются господствующими ветрами над территорией материка. Воздушные массы, идущие со стороны Атлантического океана и область низкого атмосферного давления в бассейне реки Конго способствовали увеличению количества атмосферных осадков. А северная часть территории Африки, находясь в области высокого давления и под влиянием сухих пассатов со стороны Евразии, получает малое количество осадков. В Южной Африке посад влажный, но далеко не проникает. На территории Африки формируются и мусоны, например, приносящие обильные осадки на юго-восток материка. Северная и южная окраины материка зимой испытывают влияние умеренных воздушных масс, приносимых западными ветрами. Характерной чертой тропических пустынь являются пыльные и песчаные бури и местные ветры Саму, Харматан, Сирокко. Обширные котловины внутри материка и приподнятость его окраин определяют господство континентальных типов климата. Горные хребты на окраинах препятствуют прохождению влажных воздушных масс с океана в глубь континента. Например, драконовые горы мешают пассату проникать далеко в Калахари. Несмотря на то, что Африка получает много тепла, в Африке есть горы, на вершине которых лежит снег. Это Килиманджара, Рувенцори, Кения. Теплые мазамбикское и гвинейское течения способствуют выпадению обильных осадков на побережье. Дующие с океана ветры над холодными течениями Канарским и Бенгельским охлаждаются. Приходя на прогретую сушу, они повышают влажность воздуха, образуются туманы, но дожди не выпадают. Ребята, вспомните, в каких климатических поясах расположена Африка. Вследствие пересечения Африки посередине линии экватора климатические пояса повторяются в северном и в южном полушариях. Материк расположен в семи климатических поясах. Давайте рассмотрим особенности всех климатических поясов Африки. Экваториальный пояс охватывает большую часть котловины Конго и побережья Гвинейского залива. Почему пояс не выходит к Индийскому океану? Дело в том, что на восточное побережье оказывает влияние холодное сомалийское течение. В экваториальном климатическом поясе на протяжении всего года господствует одна воздушная масса, экваториальная, в котором одно время года, лето. Дожди носят ливневый характер с грозами во второй половине дня и ночью. Собыкваториальные пояса окружают экваториальный пояс, смыкаясь на востоке и простираются от 17 градусов северной широты до 20 градусов южной широты. Для них характерна смена воздушных масс по сезонам года. Это вызывает чередование двух сезонов влажного лета и сухой зимы. Африка – континент яркого проявления тропического климата. Тропические пояса занимают 40% территории Африки. Круглый год здесь господствует сухой и жаркий тропический воздух. В Сахаре осадков может не быть несколько лет. Из-за сухого воздуха, низкой облачности в Сахаре наблюдаются суточные колебания температуры до 40 градусов. Интересные факты. В Сахаре тропический воздух настолько сухой, что у человека могут потрескаться губы, кожа и даже ногти. В пустыне Южной Африки Намиб и Калахари увлажняются лучше. В Драконовых горах и на юго-востоке Мадагаскара характерен тропический влажный тип климата. Субтропический климатический пояс расположен на крайнем севере и юге Африки. На побережье Средиземного моря и крайнем юго-западе материка распространен средиземноморский тип климата. Он формируется под влиянием тропических воздушных масс летом и умеренных зимой. Средиземноморский тип климата отличается жарким сухим летом и влажной теплой зимой. На крайнем юго-востоке материка за счет влажных воздушных масс Индийского океана формируется субтропический влажный тип климата. Ребята, а теперь давайте рассмотрим особенности речной сети Африки. Какие крупнейшие реки протекают по территории Африки? Конечно, вы знаете, это река Нил, Конго, Замбези. Африка бедна поверхностными водами и занимает предпоследнее место среди всех материков. Ребята, к бассейну каких океанов относятся реки Африки? Реки Африки относятся к бассейнам двух океанов – Атлантического и Индийского. Речная сеть в Африке распределена неравномерно. Ребята, а как вы думаете, почему? Все дело в том, что формирование рек зависит от двух факторов – от климата и рельефа. Поэтому вблизи экватора, где выпадает большое количество осадков, рек много. Поскольку материк наклонен на запад, большая часть стока рек направлена в сторону Атлантического океана. Из-за значительной протяженности территории в тропических поясах и приподнятости окраин материка, одна треть его поверхности не имеет стока в океан. Нил – самая длинная река Африки. Это единственная река, которая пересекает пустыню Сахару, не теряясь в песках. Когда-то он был загадкой для древних египтян. Они не могли понять, как из безводной пустыни, где не бывает дождей, может вытекать полноводная река. Нил, к удивлению африканцев, разливался летом. Самый жаркий период. Они объясняли это вмешательством сверхъестественных сил и обожествляли реку. Загадку удалось разгадать после исследования Верхови Нила. Оказалось, что истоком Нила является река Кагера, которая берет начало в экваториальном поясе на восточно-африканском плоскогоре и пополняется за счет дождей. Она несет свои воды в озеро Виктория, а вытекает из него под названием Белый Нил. В самом центре Хартума, столице Судана, Белый Нил сливается с Голубым Нилом, и река получает название Нил. Голубой Нил вытекает из озера Тана, прорезая лавовое эфиопское нагорье и несет обильные воды в сезон летних дождей. Плодородный ил и сеть оросительных каналов способствовали процветанию древнеегипетской цивилизации, поэтому Древний Египет называли даром Нила. Вдоль берегов Нила тянутся заросли папируса. В разливы островки этой водной растительности отрываются от илистого грунта и медленно движутся по течению. Часто мешают судоходству. По берегам реки протянули зеленые поля пшеницы, сахарного тростника, рощи стройных пальм. Стая пеликанов, аистов, журавлей хлопает крыльями над Нильскими водами. Река Конго несет в океан в 15 раз больше воды, чем Нил. Это самая полноводная река восточного полушария, вторая по длине в Африке. Ее исток – река Луалаба. Ребята, посмотрите на карту, сколько раз река пересекает экватор. Река дважды пересекает экватор. Поэтому река Конго имеет дождевое питание и полноводно круглый год. В верхнем течении река протекает через болотистую местность. В нижнем течении образуют пороги и водопады, которые задрудняют судоходство. На расстоянии 150 километров насчитывается 7 водопадов. Перед впадением в Атлантический океан Конго образуют глубокие эстуарии. Нигер – третья по длине река Африки. Река Нигер имеет разные названия у народов, проживающих в этом регионе. Подъем воды в реке связан с приходом летнего мусона. За сушливое время года она мелеет. Воды Нигера активно используются для орошения. Ребята, вы, наверное, все читали рассказы Чуйковского. Так вот, река Лимпопо на самом деле существует. И находится она на юге Африки. Лимпопо – иначе называется Крокодиловая река. Река Оранжевая берет начало в Драконовых горах, впадает в Атлантический океан. В верхнем и среднем течении образуют водопады и имеет горный характер, а в нижнем – равнинный. Пересекая область тропического пустынного климата, река сильно мелеет. К бассейну Индийского океана относятся небольшие реки Восточной Африки. Крупнейшей является река Замбези. Она имеет дождевое питание и муссонный режим стока. Замбези берет начало на плато Лунди. При пересечении выступов кристаллического фундамента Замбези образуют глубокие ущелья и водопады. Именно на этой реке находится один из наиболее грандиозных водопадов мира – Виктория. Он достигает в ширину 1800 метров. Ребята, вы помните, кто открыл водопад Виктория? Водопад открыл Давид Ливингстон и назвал его в честь королевы Виктории. На реке Тугела в Юар, которая берет начало в Драконовых горах, расположен водопад Тугела. Это второй по высоте водопад мира. К областям Бесточным и внутренне Востока относятся пустыни Сахара, Намиб, запад Калахари и бассейн озера Чад. В северном тропическом поясе формируются пересыхающие реки, которые наполняются водой только после редких дождей. Сухие русла пересыхающих рек в пустынях Северной Африки называют вади. Многие вади берут начало на нагорьях Ахагар и Тибести. Их истребли использовали в качестве караванных путей. Крупнейшей рекой области внутреннего Востока в южном тропическом поясе является Акованго. Почти всю воду она тратит на испарение и теряется в болотах на северо-западе Калахари. Крупнейшие озера находятся в Восточной Африке. Их котловины имеют тектоническое происхождение. Озеро Виктория – второй по площади пресноводный водоем мира. Оно больше территории Бельгии и Нидерландов вместе взятых. Расположено озеро в тектоническом прогибе Восточно-Африканской платформы на высоте 1134 метра. Здесь бывают шторма и даже водяные смерчи. Виктория – один из важнейших рыбопромысловых водоемов Африки. Ребята, посмотрите на снимки. Чем они похожи? Они имеют длинную и узкую форму, большую глубину. Их берега окомлены высокими и крутыми склонами гор. Дело в том, что они расположены в разломе земной коры. Таньганика – второе по глубине озера планеты. Является глубочайшим озером материка и самым длинным пресноводным озером мира. Озеро Ньяса – третье по площади, которое заполняет глубокую впадину в земной коре между Малави, Мозамбиком и Танзанией. На дне озера Ньяса происходит подводное извержение, что свидетельствует о тектонической активности в рифтовой зоне. В засушливых областях континента много мелководных и соленых реликтовых водоемов. Озеро Чат является реликтовым водоемом. Это остаток крупного древнего водоема в бесточной котловине южнее Сахары. Главный из питающих рек – Шари. Река Шари в сезон дождей очень полноводна. Из-за засух площадь озера постоянно меняется. Картографы обозначают его пунктиром. Ведь никто не знает точных очертаний этого изменчивого озера. Озеро Чат остается тем местом, где сохраняются редчайшие экземпляры животного мира. Это тропический тюлень, ламантин, антилопа ситотунга, которая живет в камышовых зарослях и от преследователей прячется в воде. На Афиопском Нагоре встречаются лавовые подпрудные озера. Например, озеро Тана, из которого вытекает голубой нил. Африканский континент обладает огромными запасами подземных вод. Основные запасы межпластовых подземных вод сосредоточены в Сахаре и прилегающих к ней с юга областях. Подземные воды Сахары реликтовые. Они накопились в древности, в эпохе влажного климата. Ребята, а теперь давайте закрепим с вами пройденный материал. Задание первое. Определите, о каком климатическом поясе идет речь. Правильный ответ – экваториальный. Климатический пояс расположен на самом севере и на самом юге материка. Правильный ответ – субтропический. В этом климатическом поясе два сезона – влажный и сухой. Правильный ответ – субэкваториальный. Ребята, а теперь выберите правильный ответ из двух названных. Какое озеро глубже – Виктория или Чад? Виктория. Нил протекает через озеро Танганика или Виктория? Правильный ответ – Виктория. Река оранжевая впадает в Атлантический или в Индийский океан? Правильный ответ – Атлантический океан. На этом наш урок подошел к концу. До свидания, ребята! До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова